Игорь, быстрее убегай! Так, ну что, я начинаю. Егор меня уже переставлял, поэтому я долго переставляться не буду, и Егор меня переставляться больше не будет. Я вам сегодня расскажу про Yoman Generator. Хочу поделиться опытом работы с Yoman Generator на нашем конкретном проекте. Я постараюсь не вдаваться совсем в теорию, оторванную от реальности, а расскажу на примере того, как мы используем Yoman у себя. Меня зовут Настя, повторюсь еще раз. Я работаю в компании PAM Systems, занимаюсь фронт-энд разработкой уже почти три года, наверное. В данный проект, в данный момент я работаю на проекте, который использует следующий стек технологий. Мы используем, во-первых, AngularJS, Stylus и Jasmine для тестирования. Немножко расскажу про наш проект, чтобы вы были в контексте того, что у нас происходило, и понимали, для чего мы, собственно, Yoman Generator стали использовать и используем сейчас, каким образом он нам помог. Ну и для начала вообще хочу спросить у вас, кто работает с Yoman Generator, кто когда-либо им пользовался? Отлично. Хорошо, скажите, а вы свои какие-то генераторы пишете кастомные или пользуетесь уже? Окей. Я думаю, что вы сможете поделиться своим опытом тоже в ходе доклада. Итак, собственно, наш проект. Возвращаемся к нашему проекту. Используем AngularJS. И небольшая предыстория. Проект у нас достаточно большой. Не проект большой, а большая команда. Внутри нашей команды для одного заказчика мы делаем много разных небольших проектов, подпроектов, в том числе и фронтенд, и бэкенд разработку. Ну и фронтенд разработчиков у нас тоже достаточно много. Некоторые подпроекты используют даже общий кодбейс какой-то. Поэтому было принято решение использовать общий подход к написанию фронтенд приложений среди всех команд, среди всех подпроектов, которые есть у нас на нашем большом аккаунте. Соответственно, была разработана какая-то общая система, которую все должны использовать. У нас используются одинаковые стек технологий среди всех проектов. И для того, чтобы можно было наиболее эффективно шарить знания, шарить код и вообще людям переходить с одного проекта на другой, была предложена общая структура, которую все фронтенд разработчики фронтенд проекта используют у нас. Мы разрабатываем все свои компоненты в виде отдельных виджетов, самостоятельных, независимых, из которых потом в итоге собираются наши страницы. Таким образом, мы можем переиспользовать компоненты на разных проектах, если вдруг они одинаковые. Ну и если есть одна общая структура, общий системный подход, то разработчикам тоже проще между собой общаться внутри одного проекта. Разрабатываем мы отдельные виджеты. Соответственно, для каждого виджета должна быть своя какая-то определенная структура, которая будет использоваться повсеместно с всеми девелоперами. Слева, вот видите, приблизительно описана структура каждого виджета, как он выглядит. Обязательно он находится в отдельной какой-то своей директории. У него есть примерчик, которым можно посмотреть. Это в папочке example лежит, чтобы можно было посмотреть, как вообще выглядит вживую этот компонент. Тесты обязательно пишем, юнит-тесты. Тема, если нужны какие-то стили для этого компонента. Ну и, соответственно, JavaScript файл обязательно и HTML тоже, если он необходим, то он тоже есть. Это общая структура, которую мы используем. Ну и, естественно, так как структура одинаковая, тут балом правит copy-paste. Когда нужно создать новый компонент, любой разработчик начинает с того, что делает Ctrl-C, Ctrl-V, потом начинает менять, поставлять свои названия, имена, потом все не собирается, валится, потому что где-то что-то неправильно поменяли, переделываем снова и так далее. Ну, всем это очень-очень быстро надоело. Поэтому возникла необходимость создания или использования какого-то генератора, который бы автоматически нам все это делал и не нужно было бы копипастить постоянно свой код. На помощь нам пришел Yaman генератор. Собственно, Yaman — это, наверное, целая философия, идеология, которая позволяет разработчикам наиболее эффективно создавать свои приложения, писать свой код. Есть так называемый Yaman workflow. Это рекомендованный workflow и набор тулов, которые предлагается использовать разработчикам для того, чтобы наиболее эффективно и продуктивно работать на своих проектах. Это, собственно, сам генератор, который называется Yо, Package Manager, Bower и Task Runner, Grant или Gulp. Я про Bower и Grant ничего рассказывать не буду. Остановлюсь на Yо, собственно, на самом генераторе, который генерит нам код. Вот этот Yо с очень четким названием. Что такое Yо? Как его установить? Установить его очень просто. Это делается элементарно. По шагам с помощью Node Package Manager устанавливаем сам Yо. NPM install Yо. Знакомая, я думаю, всем команда. Дальше Yoman нам предлагает уже огромный набор готовых генераторов, которые можно брать и использовать для того, чтобы начинать свой проект. Они, опираясь на best practices, собранную от, наверное, сотен тысяч разработчиков, создают уже наиболее оптимальную структуру проекта, которую вы можете автоматически сгенерировать и начинать без проблем свой проект. Генераторы есть, наверное, практически для любого типа проекта, который вы хоть можете пожелать создать. Есть стандартные веб-приложения. Есть Angular, Chrome, Extension, если вдруг вам нужно создавать, то тоже есть готовый генератор уже. Я вот сегодня проверяла. Порядка уже больше трех тысяч генераторов готовых есть, Yoman генераторов, поэтому что-то точно, я думаю, вы найдете, если вдруг решите использовать Yoman для генерации своего приложения. Поэтому есть смысл поискать, выбрать тот генератор, который подходит вам для вашего проекта лучше всего. Выбираем генератор и устанавливаем, собственно, тот генератор, который нужен. Так как у нас проект на AngularJS, в качестве примера я тут перевожу npm install generator Angular. Ну, вместо Angular может быть любой другой генератор. И для того, чтобы запустить сам этот генератор, тоже из консоли, простая команда, yoangular, и уже готовое такое hello world для Angular приложения у нас уже будет. Но так как я упоминала ранее, что у нас проект немножко специфический, и структуру, архитектуру своего проекта мы придумывали сами, договаривались, как мы будем писать свои все эти виджеты, компоненты, соответственно, 100% готового решения мы, естественно, нигде не нашли, потому что это наше такое ноу-хау для написания виджетов. А хотелось, чтобы не нужно было потом ничего дополнительно подправлять после того, как мы будем автоматически генерировать эти виджеты и компоненты. Поэтому было понятно, что нам нужно создавать свой собственный генератор, который будет генерировать компоненты в том виде, в котором они нужны именно нам. Соответственно, нужно писать свой генератор. Йоман предоставляет такую возможность, то есть если вдруг случилось так, что вы не нашли того, что вам нужно для вашего проекта среди там трех с хвостиком тысяч генераторов, то можно написать свой. Но стоит, естественно, подумать перед тем, как это делать. Во-первых, ваш компонент, вы должны понимать, что тот генератор, который вы создаете, он действительно уникальный, и такого генератора точно нет. Вот. И есть смысл писать свой собственный генератор, если вы им реально будете пользоваться. То есть если это не разовая генерация какой-то структуры, генерация кода, то вы один раз генерируете и все, и забудете. Если вы должны что-то постоянно генерить с одинаковой структурой, то есть тогда смысл задумываться о своем генераторе. Итак, у Йомана есть генератор-генератор, который позволяет создавать вам свои собственные генераторы, чтобы, опять же, не писать это все с нуля. Разработчики ленивые люди. Устанавливаем генератор-генератор, который поможет нам сгенерировать свой генератор. Я тут без тастологии. Просто никак. Как? Это идея для стартапа, я думаю, следующего. Генератор-генератор. Давайте по порядку. Генератор-генератор. Так, установили генератор-генератор. Так, вот что-то перескакивает. Да, создаем отдельную директорию, где будет лежать наш генератор. Общий подход, естественно, название нашего генератора, это папочка, в которой он будет лежать, должна начинаться со слова генератор, и дальше имя вашего генератора. Вот, у меня генератор, мой генератор. Ну, стандартное имя. Так, дальше проще, дальше не будет столько слов генератор. Запускаем его, его генератор, и получаем уже сгенерированную такую структуру для того, чтобы мы могли начинать писать свой собственный генератор. Есть в генераторе package.json. Там ничего очень интересного нет, поэтому я даже не буду про него рассказывать. То, что больше всего интересует нас, это папочка app, в которой находится файлик index.js. Собственно, это то место, где будет вся ваша логика, которую ваш генератор должен, описывает то, как должен работать ваш генератор. Как выглядит вот этот индекс.js? А, нет, немножко перескочила. Для начала, перед тем, как мы начинаем писать свой собственный генератор, нужно четко определиться с целями, для которых он будет у нас существовать. То есть что должен в итоге сгенерировать нам наш генератор. В нашем проекте мы разделили все виджеты, которые мы хотим создавать, на две большие категории. То есть это разные виджеты. Одни виджеты у нас будут логические, вторые UI виджеты. Соответственно, структура внутри вот этих папочек для виджетов, она будет немножко отличаться. Соответственно, для логических виджетов, которые, исходя из названия, в себе несут какую-то логику, у них не будет никакого темплейта, соответственно, html-файл нам не нужен там точно. Это будет, скорее всего, какой-то сервис или какая-то фабрика. Для тех, кто работает с ngl.js, я думаю, должно быть точно понятно. Так же, ну, тесты обязательно должны быть, примерчик тоже обязателен. Ну, собственно, и все. Если у нас какая-то UI-компонента, то это, соответственно, какая-то директива будет, у которой, скорее всего, будет шаблон, который будет в html-файле находиться. Ну, и, вероятнее всего, так как это директива и что-то визуальное, там будут еще какие-то свои стили, которые лежат у нас в папочке theme.js. Ну, вот, собственно, все отличия. То есть два больших, две большие категории наших компонент, logic и UI. Соответственно, создаем папочку templates в нашем генераторе, в котором будем складывать вот эти все наши темплейты для разных типов компонент. Создаем темплейты для logic и темплейты для UI. Они у нас лежат отдельно и точно уже их не перепутаем. Окей, определились с тем, что нам нужно примерно создавать. Дальше приступаем к написанию, собственно, своего генератора. Index.js, про который я говорила, он у нас был уже в каком-то виде изначально сгенерирован. Index.js позволяет нам создать свой генератор на основе уже какого-то существующего. В данном случае здесь можно видеть, что мы экстендим базовый генератор своими какими-то функциями, которые будут добавлять ту функциональность, которая нужна нам. Что нам нужно от своего генератора? Во-первых, чтобы он был интерактивный, то есть чтобы мы могли взаимодействовать с пользователем, с тем человеком, который генератором пользуется, чтобы, ну, как минимум он должен выбрать, какой тип компонента ему нужно создать, то есть logic или UI. Соответственно, нам нужна какая-то обратная связь. За нее будет отвечать у нас функция ask for, внутри которой будет описано то, каким образом мы взаимодействуем с пользователем нашего генератора. И scaffolding, который отвечает уже непосредственно за генерацию самой компоненты на основании тех ответов, которые мы получаем от пользователя. Как мы можем взаимодействовать с пользователем? Есть несколько вариантов, ну, если это все обычно происходит через консоль, то есть человек через консоль запускает генератор, и он видит какие-то вопросы, которые позволяют ему настроить то, что он получит на выходе. Типы вопросов есть стандартные. Следующий — это обычный список, из которого предлагается выбрать один вариант ответа. Это может быть такой список, где нужно ввести вариант ответа. Например, аналогично. Чекбоксы, если нужна возможность множественного выбора. Обычный confirmation, там ответ из разряда yes, no. Input, если нужно вдруг что-то ввести, какую-то информацию. Ну и пароль тоже можно ввести. То есть это все стандартные типы, которые поддерживаются Йоманом. Типы вопросов пользователю, которые мы можем создавать. Окей. Каким образом у нас создаются вот эти вопросы? И как выглядит в нашей функции будет askFor выглядеть flow, вот это предоставление вопросов пользователю? У нас есть, должна быть глобальная функция prompt, которая первым аргументом принимает себя список. This prompt — это тоже глобальная переменная, которая хранит в себе массив вопросов, которые будет видеть пользователь. То есть this prompt — это массив. Чуть дальше я покажу, каким образом он выглядит. Массив вопросов. И дальше callback — функция, которая принимает в себя аргументом ответы, которые мы получили от пользователя. И, соответственно, эти ответы в самом простом случае мы можем просто записать в глобальную область видимости, в this props, и дальше мы можем работать уже с этими ответами, которые получили от пользователя. Давайте определимся с тем, как мы будем определять вопросы и какие, непосредственно, вопросы мы будем задавать пользователю. Как выглядит this prompt, который содержит в себе, как я уже сказала, массив вопросов? Во-первых, мы определяем тип вопроса. Type list — это то, что было предыдущее. То есть это просто возможность выбора из нескольких вариантов. Name — переменная name — это название переменной, в которой будет в итоге ответ от пользователя. То есть то, что он выберет, у нас запишется в переменную компонент type. Message — это вопрос, текст вопроса, который мы хотим задать пользователю. Это может быть, ну, или строка, или это может быть также функция, которая возвращает нам текст вопроса, если вдруг не можем его так сформулировать. Choices — это массив вариантов ответа, который мы предлагаем пользователю. Ну и default — это значение по умолчанию, которое у нас выбрано. Это индекс того ответа, который у нас есть в массиве choices. Ну, тут, в принципе, все просто. В итоге, если мы this proms оставим таким, то пользователь начнет генерировать компоненты, увидит один вопрос, там выберите тип компоненты, выбирает logic или UI, и все. Но это… да? А когда есть checkbox, туда какой-то дефолт? Ну, дефолт… нет, дефолт он может быть везде. По-моему, там массив будет индексов тоже. Так, значит, с этим вопросом понятно. Тут, в принципе, все просто. Но нам еще нужно также указать имя нашей компоненты, которую мы будем генерировать. Поэтому нам нужен еще один вопрос пользователю, который немножко посложнее выглядит. Во-первых, что у нас здесь новое появляется? Это when. Что такое when? When — это функция, которая принимает в себя аргументом все предыдущие ответы от пользователя. Ну, здесь пример такой немножко, наверное, притянут за уши. Я просто хотела показать функцию when, что она вообще может делать. Принимает все предыдущие ответы от пользователя, на основании которых мы можем показывать этот вопрос или не показывать. Ну, или если какую-то логику нужно отработать в зависимости от всех предыдущих ответов пользователя. Возвращает эта функция true или false. Соответственно, если возвращает false, то вопрос мы не показываем. Ну, в данном случае что произойдет? Если вдруг компонент у нас никакой не выбран, то, соответственно, имя мы тоже не предложим ввести для этого компонента. Type input — это просто текстовый input будет у нас. Записываем в переменную name. Сообщение предлагаем ввести имя для своей компоненты. Дальше функция validate, которая позволяет нам проверить, насколько адекватно вообще пользователь ввел имя своей компоненты. В данном случае мы проверяем, если у нас такая уже компонента создана, то мы просим выбрать другое имя для нашей компоненты. Вот. Ну и, собственно, все. Это два шага, которые мы предлагаем своему пользователю что-то ввести. Для чего еще можно использовать функцию when? Так как prompt, в котором мы описываем все вопросы пользователю, это у нас просто массив, соответственно, все вопросы будут у нас линейно выводиться один за другим в том порядке, в котором мы их укажем. То есть как мы их расположим, так они будут все по очереди выдаваться пользователю. Есть случаи, когда мы хотим сделать систему взаимодействия с пользователем более интеллектуальной и хотим в зависимости от того, что пользователь вводит и что он выбирает, какие-то вопросы либо показывать, либо не показывать, организовать какое-то ветвление, если у нас там много веточек должно быть. Каким образом это можно делать? Это можно делать через when. То есть у нас есть какое-то состояние уже готовых ответов от пользователя, то есть он уже что-то там наводил. И дальше мы хотим предлагать ему разные вопросы в зависимости от того, какой тип компонент он выбрал. Таким образом мы можем подряд создавать вот то, что на втором уровне находится два вопроса. В одном мы будем проверять на тип UI, к примеру, во втором объекте будем проверять функции when на тип logic. Соответственно, если у нас тип UI, мы увидим только первый вопрос, если тип logic, второй вопрос. Если нужно ветвление организовать дальше, то, соответственно, в when мы можем проверять там тип UI и еще какое-то условие. Тогда мы пойдем вот по правой ветке, если там не какое-то условие, то по левой и так далее. То есть это такой способ просто создания ветвления в системе выдавания вопросов пользователю. Так, с вопросами понятно. То есть больше нам, в принципе, ничего не надо, только тип, компоненты и имя. Дальше давайте посмотрим на темплейт, каким образом они выглядят. Я в качестве примера привела тут один темплейт из компоненты типа logic, JavaScript файл, который мы хотим получить в итоге. То есть что у нас должно быть? Это какая-то фабрика, так как это не UI-компонент, это не директива, это какая-то фабрика должна быть. Имя фабрики мы тоже хотим автоматически создавать на основании того, что ввел нас пользователь, потому что мы предлагаем ему придумать самому имя для своей компоненты. И также мы создаем отдельный наш виджет, это будет отдельный Angular модуль, и, соответственно, ID этого модуля мы тоже хотим автоматически генерировать. То есть мы хотим, чтобы у нас максимально, минимальное количество доделок пришлось делать нашему пользователю после того, как он сгенерировал свой виджет, чтобы в итоге у него был уже какой-то готовый работающий компонент. Вот, соответственно, у нас такой есть темплейт. Каким-то образом нам нужно передать туда вот эти данные, модуль ID и сервиснейм, ну и, соответственно, их сгенерировать так, как мы хотим. Поэтому переходим к процессу уже самого скафолдинга, где мы будем на основании того, что получили, на основании той информации, которая пришла нам от пользователя, будем уже генерировать наш реальный виджет. Контекст, который будет использоваться в темплейте. Каким образом мы его создаем? Во-первых, нам нужно сгенерить каким-то образом модуль ID. В данном случае на нашем проекте модуль ID мы генерируем как тип компоненты, точка, название компоненты. Если вдруг будут какие-то пересечения по именам между logic и UI компонентами, то вот этот префикс, компонент type, он поможет нам избежать пересечения в названиях. Модуль ID создали и создаем контекст, в который копируем все ответы от пользователя, которые нам пришли, которые могут понадобиться, и генерируем service name, как имя компоненты, которые ввел пользователь, плюс сервис. Так, это контекст, который у нас будет использоваться в шаблоне. Теперь нужно разобраться с файлами. Нужно понять, выбрать тот темплейт, который мы будем использовать. Так как у нас в папочке templates там было две директории, UI и logic, нам нужно выбрать нужную, ту, которую ввел пользователь. Взять этот шаблон, поставить туда контекст и также нужно каким-то образом сгенерировать, создать директорию, куда мы будем все это создавать, то, что уже обработано и готовый наш компонент. Ну и собрать все это. Соответственно, файл name. Файл name — это имя нашего JS файла. Ну, я все рассматриваю на примере того JS файла из компонента logic, типа logic. Файл name у нас должен, так как у нас имя компоненты по умолчанию в camel case задается, нам нужно сгенерить файл name, который будет там через дефис написан, поэтому вот функция getFileName, она форматирует имя компоненты, имя файла, которое в итоге должно быть. В переменную файл name мы записываем вот этот уже наш готовый файл name. Дальше template path. Это путь к шаблону, который мы будем использовать. Тут все просто. Это тип компоненты, соответственно, UI или logic, ну и слэш, javascript файл, который мы будем создавать. Base directory. Base directory — это та директория, куда мы в итоге свой компонент будем записывать. Соответственно, это должна быть какая-то папка в нашем проекте. В данном случае вот my project — это тот, где находится наш проект. SRC, дальше компонент, тип компоненты, потому что мы тоже решили в SRC все компоненты держать отдельно logic, отдельно UI компоненты. Тип компоненты, слэш и название папки, в которой будет лежать уже наш виджет, такой же, как имя компоненты, которые создает пользователь. Создали, сгенерировали вот эту директорию, куда мы будем складывать свой виджет. Так как ее еще нет, ее нужно создать. Для этого используем mkdir, создаем вот эту директорию, и, соответственно, туда уже генерируем по шаблону готовый наш виджет. Функция стандартная this template, куда мы передаем в качестве первого аргумента путь к темплейту, который мы будем использовать. Дальше базовая директория, плюс наш файл name, который мы сгенерировали, JS, и третьим необязательным аргументом мы передаем контекст, потому что в шаблоне может и не потребоваться контекст какой-то. В данном случае контекст нам нужен, передаем контекст, и наши готовые компоненты уже будут у нас в проекте. Все, мы молодцы, но на самом деле это еще не все, потому что это еще полдела, ну, может, не пол, чуть больше. Тесты обязательно, желательно. Нужно писать тесты на свои генераторы, которые вы создаете. Почему это нужно? Ну, во-первых, я думаю, никто не будет спорить с тем, что это хорошо, когда весь код покрыт тестами. Во-вторых, в случае с генератором очень на самом деле удобно для того, чтобы не запускать постоянно свой генератор и не проверять, что же он генерирует. Можно написать тесты, которые будут запускать с различным набором входных данных ваш генератор и проверять, что все правильно отработало, все правильно было сгенерировано. В данном случае стандартный синтаксис jasmine-теста describe, ну, обычно компонента, обычно отдельный генератор лежит, описывается отдельным describe, да, то есть у нас есть describe на весь генератор и отдельный describe именно на logic-генератор, то есть это под категорию наших логических компонент. Внутри генератора несколько id-блоков, каждый из которых с каким-то, возможно, своим набором входных данных запускает этот генератор и проверяет, что в итоге было сгенерировано. Пример одного теста, в котором мы хотим сгенерировать тот же нас JS-файл, который мы только что, на который генерировали свой компонент. Что нам нужно сделать? Во-первых, создаем две директории, это путь к генератору и какой-то тестовый темповый output файл, output пасс. С помощью функции run мы запускаем свой генератор и вот параметры with prompts мы передаем набор входных данных, которые мы якобы получили от пользователя. В данном случае мы говорим, что пользователь выбрал у нас логический компонент и ввел имя test-компонент. В блоке on-end мы проверяем, что у нас, собственно, на выходе получилось и что у нас внутри on-end. Во-первых, мы проверяем, что этот файл был действительно создан. С помощью функции assert-file мы проверяем, что вот в нашей директории нашего проекта действительно лежит такой тест-компонент. И также мы хотим, например, проверить, что у нас правильно было сгенерировано ID-шка модуля нашего, которая указана в темплейте. Поэтому мы можем проверить файл-контент. Берем тот файл, который был сгенерирован и проверяем, что у нас действительно объявлен модуль с именем logic.test-компонент. Вот. Тесты проходят. Убеждаемся, что у нас все правильно сгенерировалось, так как мы этого и ожидали. Ну и вот теперь уже все. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Скажите, были ли у вас какие-то сложно уловимые ошибки при использовании этой технологии? Вот такие баги? Ну, может быть, самое интересное. Пишите, расскажите. Сложно уловимых, наверное. То есть вообще багов не было? Все с первого раза запускалось, тестами обнаруживалось? Ну, как багов не было? Баги, я думаю, бывают практически всегда какие-то в процессе разработки. Но в случае с генератором они достаточно легко обнаруживаются. Разоруживаются. Каких-то даже интересных в принципе и не было случаев. Даже нечего рассказать вам. Самое сложное. Ну, на самом деле структура у нас в проекте немножко посложнее, чем я здесь описалась. У нас компонентов там очень много. И там есть еще вложенные по структуре. Сложнее всего было, наверное, определиться с тем, что там для каких структур и компонентов нам генерировать и проверить все это в итоге. Потому что, ну, тесты, конечно, все проверяют хорошо, но нужно было еще проверить, чтобы все это работало в реальности. Да, пожалуйста. Ну, это все, конечно, круто, все хорошо. Все удобно, все быстро. Меня вот такой вопрос интересует. Я больше бэкэнд-разработчик. А вы как-то с Node.js это не пробовали связывать? Может, у вас были такие эксперименты? Потому что в принципе это там бы помогло. Даже, может, больше, чем на фронт-энде во многих вещах. А поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду с Node.js? Я по поводу Йомана конкретно говорю. По поводу создания структуры для конкретных модулей Node.js. Это бэкэнд. Я, наверное, немножко не поняла вопрос. Ну, вы говорили про генератор генераторов, так? Да. То есть я могу написать свой генератор. Свой генератор проекта. Ну, свой генератор там, да? Вот. Йоман построен на npm, да? То есть, естественно, используя Node.js, да, я тоже могу написать генератор для Node.js. То есть это уже бэкэнд. Ну, можете, да. Нет, я просто спрашиваю. То есть, если, возможно, вы где-то занимались в своих проектах таким, то есть... Ну, нет, в данном конкретном случае у нас как бы нам нужно... То есть вы это только на фронт-энде использовали как бы из коробки, да? Ну, да, но у нас не Node.js проект, поэтому необходимости для Node.js писать генератор у нас не возникало. Я понял. Я просто спросил. Ладно, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ну, человек просто не понимает, что, как бы, ну... Ну, это все-таки, что в бою это все-таки... Ты понимаешь, я так... Нет, нет, я прекрасно... Нет, это же понятно, как все. Это и есть нода. Нет, ну, это понятно, нода, но все для прошеда рассказывал. Ну, так и все. Подожди, подожди, он же собирает проект просто на ночь, потому что он будет время. Да, да. Нет, мне интересно, ну, из коробки вот для Node использовали они... Не получается. Хорошо, что в ней можно... Ну, а ты начинаешь? Знаете, мы вот недалеко, вот здесь видишь. Ну, здесь не используются, но есть, да. Короче, вот и другой вопрос. Генератор остановит. Да, да, да. Все по себе. Да. Да. У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Смотрите, у меня есть big data по поводу здоровья. Я хочу, короче… Спроси доктора. Смотрите, то есть у меня месячная аудитория, то есть там 300 тысяч пользователей, да. Расшифровки анализов у меня тоже дофига, да. То есть, ну, как бы там десятки тысяч ежемесячно. Вы так классно рассказывали по поводу JS, да. Что я хочу… Что происходит? Я хочу, я хочу, чтобы… То есть вы написали такой JS, да, то есть чтобы… Сейчас? Не, ну, можно попозже. Окей, да. Не, ну, можно попозже, то есть чтобы вытянуть все данные с клиента. Вы готовы? Каким образом это связано с темой моего доклада? А генератора? Давайте, может быть, с такими вопросами после, потому что, может, у кого-то есть вопросы по теме. Да, пожалуйста. Вы говорили, что существует более трех тысяч генераторов. В чем уникальность вашего была? Ну, как я рассказывала, у нас нужно было генерировать компоненты с вполне определенной структурой, которая была придумана для… конкретно для нашего проекта. То есть такой структуры ее, в принципе, нигде нет. Те генераторы, которые есть, они генерируют, например, там общую архитектуру, там, AngularJS приложение или еще что-то. А конкретно вот таких компонентов в таком виде, как нужно нам, их, естественно, нигде не было. Поэтому у нас свои подходы к именованию тех же модулей, к генерации, там, если это шаблон, то, не знаю, классы должны определенные быть у этих компонентов и так далее. То есть мы хотели, чтобы минимальные какие-то доработки потребовались разработчику, который генерирует свою компоненту. То есть понятно, что можно было просто взять там стандартный Angular генератор, генерировать контроллер или директиву, а потом подправлять ее и добавлять те данные, которые необходимы именно нам были. Вот. Такой вариант нас не очень устраивал, поэтому мы решили создать свой генератор, который бы на 100% уже генерировал конкретно то, что используется на нашем проекте. Но это не тот подход, который мы используем, он не такой общий, который может использоваться где-то еще. То есть это такое наше ноу-хау, да, очень специфическое. А вы опубликовали свой генератор? Его как-то можно использовать? Смотреть можно? Нет. Никак его нельзя использовать. Посмотреть. Ну, на самом деле я не уверена, что без доработок каких-то он пригодится на другом проекте. То есть он все-таки очень специфичный и заточен конкретно под наш проект. Ну и плюс все-таки это продакшн-код, который используется для проекта конкретного заказчика, поэтому я не уверена, что мы имеем право это шарить где-то. Спасибо. Спасибо. А на основе какого генератора вы записали свой? На основе что? На основе какого генератора вы записали свой? На основе базового бейс-генератора там вначале было видно. Что, что, что? Да. Ну, который вебап. Ну, нет, не вебап. Там бейс-генератор, генератор. Ну, это немножко другое. Короче, грубо говоря, находишь генератор, который примерно подходит там и слегка переделыв, короче, сделаешь свой. Окей? Да. А можно я отвечу? Да. Не, на самом деле у вас есть генератор, который может генерировать структуру, структуру базовую, как Настя уже рассказала. И этот генератор потом вы описываете сами по вашей структуре, которая вам нужна. Вот. То есть мы не берем никакой-то готовый генератор, потом все удаляем и делаем свой. Такого нет. То есть там ты пишешь с нуля его полностью. Полностью с нуля. Не, ну можно же создать на основе какого-то другого, если есть почти то, что нужно, и нужно там добавить, не знаю, маленькую фичу свою. Маленькую фичу? Да, да, да. Нет, почему? Ты делаешь, ты делаешь свой генератор абсолютно. Абсолютно свой генератор для маленького кусочка кода, который тебе нужен. Нет, ну понятно, то есть сам генератор, генератор, короче, словят просто. Да, да, да. Да, да. Ну, с другой вариант, генератор, куча, абсолютно, что на одну, с другой, чтобы он у него подтягивает. Если что, короче, что он нафиг, ну, у меня тут у кого-то, поэтому правильно. Я тебе за вас. Отлично. Так еще вопросы какие-нибудь? Ну что, все. Всем тогда спасибо за внимание. Спасибо еще раз, что присоединились к нам сегодня. Там еще, да, ну, можно устроить тут автопати еще с тем, что осталось. Да, спасибо большое. Да, пару моментов еще.